Снимаются маски и голограммы. Фантом предстоит перед тобой в первозданном виде согласно своему эфирному коду ДНК. Он как в пирамиде какой-то треугольный находится. Вот это еще. Так будем поднимать? Да. Защищаем его физический биоробот с защитным потоком из чистых энергии Абсолюта. Берем Харальдса в защитный скафандр на время работы с тонкими телами. Вместе с тонкой кубик Харальдса поднимайся в комнату диагностики. Пошел, подием. Мы на месте. Мы приветствуем Харальдса. Интересуемся готов ли он к диагностике и чистке. Доверит ли он нам свое биополе на период сеанса? Он готов. Он как изнутри из этой пирамиды. Сейчас уберем. Скэнер просканируй Харальдса. Отключи эту пирамиду. Подсвечиваются все датчики. Выводи это все. Отключай полностью. И как все выйдет отправляй в клетку тюрьму. Она как треугольная палатка вокруг него. От головы вниз. Готово. Так лучше Харальдс? Лучше. Хорошо. Вы даете свое согласие? Даю. Даю команду на счет 3. Скэнер сканирует пространство над головой Харальдса под ногами 360 градусов вокруг него. Скэнерит все 7 тонких тел Харальдса. Находит все. У него два Грея. Рептилоид. Дальше. Синий дракон. Джин. Джин. Проблема с деньгами. И демон. Какой демон и какой демон? Джин синий 23.05. Хорошо. И какой демон? 13. 12? 13. 13. Хорошо. Все знают где они находятся. В процессе работы я буду задавать вопросы. Вы будете на них отвечать. Сейчас начинаем с реверса энергии. Даю команду тонкой копии Харальдса спроецировать все энергетические и сферические каналы. Уверенность энергии всех болезней. Все, что он мог получить от них, возвращается к ним. И усилие потоки в 50 раз. Хорошо. Начинаем с Грея рептилоида. Какой у нас рептилоид? Во-первых. Ты военный? Я лаборант. Лаборант. Хорошо, лаборант. Объясни мне про эту пирамиду. Сколько она находится в этом биополе и почему она здесь находится? Три года находится. Три года. Эксперименты. Это эксперименты новой разработки. Ну? И что она делает? Это новая разработка? Регулирует чувства. То есть перепады чувств? Или какие чувства регулировать там собрались? Чувства имеют свою энергию. Конечно. Занединяя эти чувства в пирамидальную конструкцию, можно получить поток разных энергий, преламливая эти чувства. И сколько вы процентов забирали из 100 энергии в эту конструкцию пирамиды? Энергии не забирали чувства, преламливались и проходили через волны нашей конструкции, преобразуясь в другую энергию. Необходимую вам, ты забываешь добавить. Идем дальше. Синий дракон. Какой она синий дракон? 23.08. Сколько ты находишься в этом биополе, дракон? Два года. Хорошо. Джин. Причина финансовых проблем. Сколько ты находишься в этом биополе? Джин. Четыре года. Да. Джин четыре года воздействовал на него, заставляя вырабатывать энергии, которые нужны Джину, которые он потом трансфорирует в золотые монеты. Не так ли, Джин? Джин старался. Хорошо. Но ты слишком хорошо старался, потому что видишь, где ты находишься сейчас. Отсюда уже трудно куда-то в другое место попасть. Поэтому Джин находится сейчас в очень опасной ситуации. Он может потерять и чалму, и свой сосуд, и золотые монеты, и все магические артефакты. Все это очень легко здесь с тебя снимается, Джин. Это я тебе просто объясняю, что ситуация действительно серьезная. Он хочет зарабатывать больше, но у него не получается. Он теряет деньги и веру в себя. Это твоя работа. Еще меня интересует вопрос. Кто ответственный за боль в шее? Это конструкция пирамида? Конструкция, она идет сверху с головы, и она как-то придавливает его. Хорошо. Вот причина этих болей. Как у нас с реверсом? Вера, посмотри, пожалуйста. Закончился. Станули фильтры золотой сеточки на все каналы и в порядке реверса. Харальд забирает все чистые, светлые, божественные энергии. Обратно пошла энергия божественная, чистая. Один, два, три. Все, что у него похитили, все, что у него изъяли до последней капли, возвращает Харальд себе обратно. Он хозяин своих энергий, возвращает все свое себе обратно. Усилив потоки в 50 раз и забираем из этой пирамиды. Все, что на частоте Харальдса находится, мощным потоком пошло назад. И дай мне скэнер полниту души Харальдса на настоящий момент. Сто процентов. Сто процентов. Хорошо. Демон, сколько ты находишься в этом биополе? Год и два месяца. Ты находишься в квартире? Да, нахожусь. Кто еще присутствует в квартире из присутствующих? Дракон. А что Джин молчит? Джин не молчит. Сказал, что он машет, а он в квартире. Он в квартире есть. Хорошо. Итак, Синий Дракон, Джин и Демон. Грей, вы присутствуете в квартире вместе с Рептилоидом? Нет, там слишком много других плат. А это верно. Ждем окончания реверса. Закончился. Начинаем с вытаскивания того, что осталось. Джину выходить не надо. Джин, собирай всю свою пыль, отключайся полностью и докладывай о готовности к проверке. Проверка будет проводиться сканером несколько миллионов герц. Если вдруг кто-то что-то оставит или забудет, он может сгореть по каналам. Я вас предупредил. Джин все снял. Демон, скажи мне, есть ли лярвы в биополе Харальдса? Да, он переживает сердце. Сердце. Хочешь получить эту лярву? У меня там затемнение больше. Да, затемнение. Хорошо. Хочешь получить его? Давай тогда выходи и снимай все, что ты оставил в его биополе. На месте доложи, что ты все снял. Я дам тебе отдельную команду. Приступай. Он снял. Разрешаю тебе забрать это затемнение. Забирай и возвращайся назад. Приступай. Готово. Синий дракон. Выходи, вытаскивай все свои платы, отключайся полностью, ничего не забывай и возвращайся назад. Готово. Сканер просканирует сейчас Харальдса. На частоте этой пирамиды Греев и рептилоида не осталось ли что-то еще в биополе незамеченным? Осталось. Просканирует, что там осталось. Выведи это из биополя. Что там, Вера? У него в области затылка, шеи, плечи. Да. Там как накопитель энергии стоит. А, вот. Вытаскивай этот накопитель, отправляй к пирамиде, туда, в клетку. Знаешь, что они сделали? Они сделали голограмму на голограмму. Эта пирамида, она на самом деле как отвлекающая. Самое главное, это вот это то, что снялось сейчас. Выстраиваем прямой канал, отправляя в клетку тюрьму, к пирамиде и выстраивая к этому чипу прямой канал от Харальдса, реверсом. Отдаю все негативное потоке на низкооперационное, что он получил от этого артефакта. Пошел поток, все назад. До ста процентов. Ему боль идет, возвращается от него, вернее. Усилием потоки. Ну, Грей, кого вы сегодня поставите из вас этот чип и на кого одеть пирамиду? Накопитель. Вы же хотите посмотреть? Мы тут ни при чем. А кто тут при чем? Реверс закончился. Кто тут при чем, Грей? Они руками как-то машут, пытаются объяснить, что это их работа, занятие, их цель, цель существования, эксперимента. Ваше существование и цель вашего существования, это все, конечно, очень интересно, но мы существуем не в вакууме. Здесь есть законы, есть законы мироздания. Вы вошли без согласия этой души, она вам не давала согласия на эксперименты, которые вы проводите. Она не давала согласия на ток энергии, на то, чтобы вы ее энергию конвертировали для своих целей, Греи. И вы об этом прекрасно знаете. Конечно, вы виноваты. Итак, все ушло, Вера. От него, да. Устанавливаю фильтр с золотой сеточкой на этот канал и в порядке реверса Харнольд забирает из этого чипа. Все, что на чистоте Харнольдса находится мощным потоком, пошло назад. Усилию потоки в 50 раз. Ну, сейчас к нему идут все эти чувства и любви, и радости, и счастья. С цветами возоруждаются. Мы тут ни при чем, Греи, да? Готово. Давай тогда переходим сразу к рассинхронизации. Даю команду на рассинхронизацию Харнольдса с этой пирамидой, чипом, накопителем, Греями, рептилоидом, синим драконом и его платами, джинном и демоном. Пошла рассинхронизация до 100% и заканчивается автоматически. Готово. Включаем внутренний белосвет Харнольдс этим светом, выдалит из себя все негативная патогена, низкоабрационная, чужеродная, остаточная энергия на частотах интерферентов и их подключек. Свет пошел, энергия выходит, формируется перед ним в шар. Он говорит, я даже не знал, что столько может сидеть во мне и контролировать меня. Со временем бы биоробот начал сильно болеть, ни один врач не был бы в состоянии установить болезни, причину этой болезни и не назначить какое-то лечение, потому что нет таблетки от Греев с их пирамидой и рептилоидом. Это отлично. Открывая под ним воронку в галактическое ядро, шар уходит на переработку, закрывая печатаю, растворяя, даю команду скенеру на контрольную проверку. Пошла проверка. То есть так. Итак, Джин, Демон и Синий Дракон находятся в квартире. Демон тебя интересует, эмоциональный фантом? Интересует. Назовешь мне первой причиной. Выходит, эмоциональный фантом Харальдса проецирует все негативные программы, негативные мысли формы, им же сгенерированное проецируется на его эмоциональном фантоме. И фантом выходит. У него вышел фантом, он темным цветом, и у него на руках колокольчики. И он им руками шевелит, и у него звенят они. Ну, откуда эти колокольчики взялись? Демон расскажет. Демон, ты что-то оставил и забыл вытащить? Нет, это эмоциональный фантом. А как он выглядит, это не мои подключки. Он заранее рассказывает свои планы до того, как они осуществились. Делает это уверенно, но каждый получает оттуда энергию. И он перегорает, еще не сделав. Не осуществивая эти планы. Воздействия Джина не было в этом? Любое воздействие отражалось, потому что мы слышали эти планы и питались ими. Хорошо, Харальд, большой повод задуматься над тем, что не стоит делать то, что вы делали, рассказывать о своих планах, иначе им не будет суждено сбыться. Эти энергии, Харальд, которые вы видите, вы сами сгенерировали. Вы хотите от них отказаться? Да. Сворачивай энергии в шар. Забираешь демон? Забирает. Отправляю демону. Готово. Итак, первопричину ты мне назовешь? Есть что-то? Назвал уже. За колокольчики? Ну и в целом. Говорит, потом думает. Говорит, потом думает. Хорошо, этим много сказано. Итак, Джин и демон, я открываю сейчас вам портал в квартиру. Собирайте все, что вы оставили в квартире. Я приду, верю и отпущу вас на вашу чистоту. Демон, ты был на земельном участке или в квартире? Я был на земельном участке, и я хочу добавить, он много рассуждает вслух, но его рассуждения иногда задевают людей, находящихся рядом, мысли вслух. Это полезная информация, о чем ты говоришь. Мы это передадим, Харальд. Вы видите, как все вас прекрасно слышат, даже 13-герцовый демон. Хорошо, демон, я там буду собирать на земельном участке, там еще бес находится на земельном участке и в квартире. Весь негатив. Если ты хочешь, я могу между тобой и бесом поделить его. А что, кто же откажется от негатива? Итак, открывается портал в квартиру Харальдса. Один, два, три. И в один, в этот портал уходит Джин и демон. Собирает все, что оставили. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Синий дракон, точно так же и тебя я отпускаю в квартиру, снимай все свои платы. Я проверяю и отпускаю тебя назад. Все понятно? Понятно. Открывается портал в квартиру Харальдса и Синий дракон уходит в этот портал, закрывая, опечатывая, растворяя. Есть. Здравствуйте. Я прошу Ли выйти со мной на связь. На связь. Рад тебя. Слышать Ли, у меня сегодня здесь два Грея и один Рептилоид 101. Установили пирамиду, чип и накопитель. Три года находились в биополе, какая-то их новая разработка. Перекачивание из эмоций и эмоций в энергию. Грей, конечно, утверждает, что они ни при чем. Вы вернули? Конечно. Мы заберем все. Хорошо, благодарю тебя. Мы все вернули из щипа, больше всего шло. Готово. Хорошо, клетка пустая должна быть, да, Вера? Да. Поехали по частотам. Готово. Хорошо, Харальдс, мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете сейчас? Я чувствую новые изменения внутри энергии и чувства. Сейчас мы будем возвращать вас назад в вашу систему Биоробот Душа и сразу перейдем к чистке вашей квартиры. Для усвоения энергии и вибрации возвращаем тонкую копию Харальдса в его систему Биоробот Душа. Заводим, подключаем к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация и гармонизация между физическим Биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. Отключаемся от объекта.